Здорово, бандиты! Мы опять с вами на Охоле Смог. И из-за запредельной жары нам пришлось перебраться непосредственно под кондиционер, поэтому ближайшие выпуски мы будем снимать именно тут, потому что там я просто рискую упасть в обморок и умереть. Если вы посмотрите сегодня на мой стол, вы, наверное, подумаете, что я решил совершить какой-то прорыв в робототехнике или там в нанотехнологиях что-то создать, построить, но это не так. Итак, речь сегодня пойдет о долгожданном обзоре на немецкий кальян-убийцу под названием Genius. Поехали! Итак, поехали, все по плану. В очередной раз кальян у нас в разобном виде мы его собираем, смотрим, еще он сделан, как тут все устроено. Ставим его на нашу колбу, возгружаем чашку и начинаем пробовать делиться впечатлениями. Поехали собирать кальян. Основание кальяна весит уже как бист. Сразу скажу, что вы можете наблюдать огромное количество деталей, и все эти детали очень громоздкие и выполнены из нержавеющей стали. Помимо этого у нас есть вот такая замечательная размером с меня колба, и вы уже можете себе представить, сколько будет весить кальян в собранном виде. Но вернемся к этому чуть позже. Итак, у нас есть основание. В основании есть четыре дырочки, в которые нам нужно ставить четыре пульки, которые изначально я проигнорировал, и минут 15 не мог понять, почему у меня не курица, кальян, и все фонит. Эти пульки у нас закрывают поступление воздуха, и они нам тут необходимы. Далее у нас есть вот такое кольцо, которое из себя представляет ничего иное, как клапан продувки, она просто ставится на основание, и верхняя часть нашей шахты вкручивается в основание. Соответственно, когда мы ее сейчас вкрутим, она просто прижмет клапан продувки, и все будет стоять довольно-таки четко. Сразу же скажу, что это очередной немецкий продукт, который целиком и полностью подтверждает свое происхождение, сразу же скажу, чтобы к этому не возвращаться, то, что все сделано идеально четко, все выточено идеально четко, все резьбы идеально садятся друг на друга, и действительно кальян очень качественный. Итак, продолжаем. Что нам нужно сделать дальше? Да сразу возгрузим наше блюдечко, которым можно конкретно просто отрубить голову, кинув кого-нибудь. Возгружаем наше блюдце на шахту. Тут есть небольшой зазор, в который нужно попасть. Так, верхняя часть кальяна у нас собрана. Итак, продолжаем. Что же дальше? Дальше мы вставляем наши порты. Их, соответственно, четыре, как на большинстве немецких продуктов, для того, чтобы можно было курить несколько кальянов одновременно. Нам это не нужно, поэтому три порта мы вставляем закрытые. Что они из себя представляют? Порт тоже раскручивается на две части. Внутри шарик из нержавеющей стали. Соответственно, три порта мы оставляем закрытые. Они просто вкручиваются сейчас в нашу шахту. И тем самым придают ей уже почти законченный вид. Мне кажется, я уже очень долго его собираю. Вкручиваем наши порты. И один. Все верно, да. Один мы оставляем без шарика. Итак, помимо того, что у нас в комплекте идет четыре порта, в комплекте точно так же идет четыре заклепки брендированные. Что могу сразу отметить, то, что действительно очень круто и то, что действительно бросается в глаза, то, что ребята пекутся о своем бренде и делают продукт целиком полностью брендированный. Везде логотипы компании, как и на этих маленьких заклепках. Итак, заклепки у нас просто вставляются на поршневом механизме в наши порты и придают им такой вот вид. Это действительно все очень замечательно и круто. Я, наверное, чуть в дальнейшем уже, сейчас, когда буду вставлять шланг, расскажу о том, что мне запредельно понравилось в кальяне. А сейчас мы его закончим собирать. Все-таки возгрузим на него чашечку и уже начнем курить, да дальше обсуждать. Итак, диффузор. Диффузор абсолютно закрытый снизу, не такой, как, к примеру, там, у Мэтпира с дыркой в основании. Целиком закрытый снизу, тоже брендированный. Это неплохо. Все тактильно очень приятно. Все идеально вкручивается на резьбы. Вкручиваем диффузор. Я пробовал кальянку без диффузора, ну, как-то конкретно в этом кальяне немножко, по-моему, теряется смысл. И вкручиваем нижнюю часть шахты в наше основание. Итак, кальян в собранном состоянии. Кальян довольно-таки тяжело держать уже сейчас. И мы возгружаем наш кальян в колбу. Но я должен вам показать это. Для того, чтобы возгрузить кальян в нашу колбу, нам достаточно просто сделать следующим образом. и колба в очередной раз на поршневом каком-то механизме неизвестном, магия какая-то просто берет и защелкивается. Для того, чтобы достать колбу, нам нужно опустить ее нижнюю часть. Там есть шарики, которые разъезжаются, и колба без проблем достается. И охренел просто. Итак, мы возгрузили нашу чашку на наш замечательный немецкий кальян Genius. Сейчас мы уделим минутку для того, чтобы охренеть в очередной раз. И ознаменовано это будет тем, что мы вставляем наш коннектор в наш порт. Итак, что происходит? Я охренел просто. И для того, чтобы его достать, нужно, блядь, ничего не делать, а нажать вот так. Блядь, ну это действительно очень круто. Действительно, даже в дальнейшем, если выкинуть следующую часть блога, если мне запредельно сейчас не понравится, как он курица, если он не доставит мне никаких положительных впечатлений, я уже сейчас готов заключить то, что кальян Genius, кальян немецкого производства, это, наверное, верхушка кальянной инженерной мысли. Действительно, кальян смотрится очень круто, действительно, кальян сделан очень круто, и действительно, ребята в натуре подумали, как это все реализовать и сделать. Как же кальян курица, и что он из себя представляет в собранном виде, мы обсудим уже сейчас. Ну что, начинаем пробовать кальянда, рассказывать о своих впечатлениях от его курения, о его стоимости, о его еще нескольких небольших фишечках. Короче, продолжаем. Делаю первую тягу и, с вашего позволения, буду дальше уже курить и рассказывать. И так, что бы я еще хотел рассказать о конструкции кальяна, чтобы к этому больше впоследствии не возвращаться. Чтобы вам описать, сколько весит кальян в собранном виде вместе с колбой, вместе с шахтой, целиком и полностью сделанной из нержавеющей стали, кальян таких размеров внушительных. Достаточно сказать, что я не в состоянии, к примеру, сейчас поднять этот кальян и переставить на другое место одной рукой. Да, даже двумя. Я могу. Итак, кальян в собранном виде с гигантским количеством воды в нем весит, я не знаю, на вскидку по мне, килограмм, наверное, 17. Довольно-таки тяжело с ним работать в заведении. Носить его нужно только двумя руками. Нужно очень аккуратно ставить его на стеклянные столы. И это, наверное, самый основной, самый большой недостаток кальяна. Что касается того, каким образом ребята попробовали немножко сгладить эту ситуацию и решить проблему, есть очень замечательная вещь в этом кальяне и она заключается в следующем. Если я, к примеру, хочу передать оператору шланг, но не могу это сделать за то, что он тут перегнется или его будет не хватать, соответственно, обычный кальяна могу взять, немножко повернуть и без проблем мы можем этот вопрос решить. А в Genius реализована следующее. Кальян на 360 градусов крутится вокруг своей оси. То есть, грубо говоря, если я хочу передать кальян, я его просто поворачиваю, даю тебе шланг и ты как бы наслаждаешься. Но я этого не сделаю. Итак, поехали. Что касается курения. Тяга. Это диффузорная тяга. Она слишком бесшумная, если наливать в кальян чуть меньше воды, а точнее наливать воды столько, сколько скорее всего правильно было бы налить. Я воды налил чуть-чуть больше, для того, чтобы тяга у меня больше похожа на классическую. За счет этого у меня появилась вибрация, за счет этого я однозначно получаю больше положительных эмоций от курения кальяна. что касается самого диффузора. За счет закрытого основания, так или иначе, тяга у него незапредельно легкая. То есть, это не ивановская диффузорная тяга, которую ты просто делаешь и не ощущаешь, что ты там делаешь. Куришь вейп, паришь, либо же куришь кальян, либо просто дышишь. Ладно. Что касается впечатления от курения, скорее всего, они только положительные. Я не могу сказать, что мне в коем-то разе по каким-то причинам, кроме как по причинам веса и громоздкости кальяна, с ним не нравится или не хочется работать. Кальян уже довольно-таки долгое время, уже, наверное, месяца 3 или 4 стоит у меня в заведении и действительно это просто такой громоздкий большой обзор, громоздкий большой кальян и я очень долго собирался с мыслями, чтобы снять на него обзор. Кальян курица круто. Кальян курица достойна, но единственная проблема это вес. Что касается веса, есть небольшая альтернатива, есть абсолютно такая же по размерам и габаритам версия кальяна, выполненная из алюминия. Что касается алюминия, там есть много световых вариаций, это действительно довольно-таки прикольно, но опять же, за счет того, что эта шахта будет сделана из алюминия, алюминий тоже незапредельно легкий и давайте не будем забывать то, что эта колба, наверное, самая большая колба, которую я видел в своей жизни и на ней довольно-таки громоздкое основание, которое держит нашу шахту. И так или иначе кальян легким не получится. Кальян, я все равно буду более очень уверен, что будет весить довольно-таки много и да, мне он нравится, да, мне нравится, что он стоит у меня в заведении, да, возможно, я бы поставил себе этот кальян дома, но я просто знаю, насколько я ленивая задница, и если бы у меня стоял рядом какой-нибудь там мэтт пир и джиннис, скорее всего, там, 4 раза из 5, я бы делал себе именно мэтт пир, потому что мне проще там взять одной рукой, там, набрать воду, ставить шахту и пойти его курить. Тут же все сложнее, тут действительно процесс приготовления кальяна, процесс там набора воды и его транспортировки превращается в небольшую, но тем не менее, проблему, проблемы нам в работе не нужны, поэтому это действительно самый основной минус, который есть в продукте. Итак, что стоит еще сказать по поводу немецкого кальяна джиннис? Поговорим о цене. Ценник розничный в Германии составляет порядка 350 евро. Это немалые деньги, помимо этого он довольно-таки внушительный и придется довольно-таки весомую сумму выложить за его транспортировку в Россию. Тем не менее, кальян, которым действительно можно удивить, кальян, который действительно пользуется спросом в заведении, люди, которые хотят попробовать что-то новое, очень часто просят, чтобы использовал при забивке я именно его. И, скорее всего, кальян своих денег стоит, если опять же обратиться к тому, что это нержавеющая сталь, что это вечный продукт, что это действительно проработанный до мелочей немецкий продукт, который действительно вызывает только положительные впечатления, не вызывает никаких проблем, кроме своего веса и громоздкости. Скорее всего, ценник оправданный и, помимо этого, нужно заметить, что почему-то алюминиевая версия кальяна стоит абсолютно столько же, сколько стоит отверстие из нержавеющей сталь. Вопрос, кстати, к нашим производителям. Почему? Ладно, будем закруглять нашу словесную ушу. Итак, это было мое скольки-то, наверное, минутное мнение о немецком кальяне под названием Джиннис. Это, наверное, верхушка кальянной инженерной мысли мировых масштабов. Действительно, кальян очень крутой, ссылку на производителя я обязательно укажу в описании к видео. Все дополнительные вопросы, которые вы можете задать, вы можете адресовать именно ему. Я сомневаюсь, что, скорее всего, вы этот кальян на курили или пробовали или в ближайшую неделю попробуете, но если вдруг у вас есть опыт использования продукта, обязательно напишите о нем в своих комментариях, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылка на нее в описании к видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и рассказывайте своим друзьям. Че кого, блядь, сучара? Субтитры сделал DimaTorzok